Встречу с Самарой Натальей неизменно назначает на набережной. Говорит, за годы поездок по Китаю лишь однажды оказалась вместе, напомнившим ей родной город. В городе Харбин есть улица, ведущая к набережной, которая очень похожа на Ленинградскую. В Китае Наташа оказалась по правительственной программе. Она закончила факультет искусств в МГУ и отправилась продолжать обучение в Пекин. Там и осталось работать. Сначала в арт-центре организовывала выставки иностранных художников, а позже переехала в Шанхай, где работает педагогом в университете. Читает студентам лекции об искусстве, а после проводит практические занятия. Мы используем вторичные материалы, это пластик, картон. Помимо того, что мы изучаем искусство, я стараюсь привить понимание и любовь к искусству, а также защитная окружающей среде, потому что это очень такая тема сейчас актуальная. Наталья готовит студентов к поступлению в иностранные вузы. Лекции читает на английском. Говорит, за годы жизни на родине Мао Цзэдуна китайский так и не выучила. Не было необходимости. Зато китайцы неоднократно заговаривали с ней на русском. В Поднебесной делится девушка. Немало поклонников России и русского искусства. Расскажи, Наташа, а китайцам какие картины из этого Самарского художественного музея могли бы понравиться? Китайцы очень любят русская живопись, потому что все равно традиционно китайская живопись, она очень сильно отличается от нашей, поэтому они учатся, быстро учатся, а все равно также предпочитают русское искусство. Им нравится пастозная живопись. Знакомство Натальи с работами, представленными в Самарском художественном музее, показало, китайцам сюда идти можно и даже нужно. Здесь представлены сразу три работы русского живописца Константина Коровина, творчество которого в Поднебесной очень ценят. Яркий представитель современного русского искусства. И вот именно такая живопись очень нравится китайцам. Я думаю, что этот зал был бы самым любимым. Наталья активно путешествует по миру и, конечно, в каждом городе обязательно бывает в картинных галереях и на выставках. Зал художественного музея, в котором представлено китайское искусство, девушку приятно удивил. Говорит, такой богатой коллекции не встретишь даже во многих столицах мира. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.